Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи открылся торжественно и ярко. В Олимпийском парке собрались представители 185 стран мира из всех регионов России. Ивановская область не стала исключением. Наш регион на фестивале представила делегация из 118 человек. Для всех, кого не вместил Ледовый дворец Большой, где прошла церемония открытия фестиваля, был организован концерт под открытым небом. В Сочи, хотя и встретил многочисленных гостей ненастной погодой, настроение это не испортило. Ведь подготовленная организаторами программа никому не дала заскучать. Вот, например, я была на мастер-классе по танцам, и он мне очень понравился. И вообще все это окружение, иностранцы и вообще люди со всего мира, это очень-очень здорово. И я очень рада, что такой устроили фестиваль у нас в России. В Сочи представители Ивановской делегации приехали не с пустыми руками. Привезли с собой открытки, которые нарисовали школьники из Иваново и Кохмы для гостей фестиваля. Всем привет всемирного фестиваля молодежи и студентов в городе Сочи. Краснодар принял вашу открытку, мне она очень понравилась. Хочу сказать вам большое спасибо и ждите ответную посылочку. Открытки ивановских ребят отправятся не только в путешествие по России, но и по всему миру. Туркмения, Бразилия, Ирак поддержали эстафету посткроссинга. В завершении церемонии открытия ее ведущий Тутта Ларсен и Алла Михеева рассказали, что у сочинского фестиваля появилась своя легенда. И связана она с ивановской девушкой Эвелиной, которая приехала в Сочи, чтобы встретиться со своим возлюбленным из Бразилии. На сцену влюбленных не пригласили, но днем их видели на улицах города. Мария Попова, Любовь Почерникова, РТВ Иваново, Сочи.